Трагичный финал любовного треугольника в Верховном суде Татарстана стартовало слушание уголовного дела по факту жестокого убийства 52-летнего мужчины. Обвиняемые 43-летняя Юлия Черемухина и 48-летний Сергей Суворов, предполагаемые любовники. По версии следователей, они буквально искромсали ножами мужчину, после чего еще живого жестоко избили неустановленным предметом и спокойно сели за стол, где их ждал алкоголь. Историю любви, переросшую в кровавую расправу, расскажет Рамиль Шайдулин. Он с нами не жил, мы не знаем. Да, не один жил. Он отдельно жил. На заседание суда сегодня пришли родственники убитого Ильдуса Каримова. Они рассказали, что не были знакомы с его пассией и что с Юлией Черемухиной мужчина сожительствовал около двух месяцев. По версии следствия, все произошло вечером 7 декабря минувшего года. В тот день в квартиру обвиняемой пришел ее предполагаемый любовник Сергей Суворов. Там же находился и Ильдус Каримов. Встреча быстро переросла в застолье. Возлияние в сцены ревности и последующий конфликт между мужчинами. В какой-то момент в руках Сергея Суворова блеснул нож. Впоследствии на теле его жертвы эксперты насчитали больше 40 ранений. Некоторые из них, уверены следователи, нанесены сожительницей убитого. Несмотря на полученные ранения, мужчина все еще подавал признаки жизни. Тогда Суворов, вооружив с неустановленным предметом, нанес на еще несколько десятков ударов по различным частям тела. После этого любовники вытащили тело на лестничную площадку, а сами ушли к Суворову продолжать распиваться прикольные напитки. На следующий день обоих задержали. Свою вину в произошедшем Юлия Черемухина признала лишь частично. Второй обвиняемый, напротив, отрицал свою вину, заявляя, что в тот день он даже не заходил к ней в гости. В следственном органе Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан, мужчине и женщине, приявлено обвинение в совершении убийства группы лиц особой жестокостью. Закон за подобное преступление предусматривает высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Адель Мулахметов, Вызов 112.